Добрый день, мы из Украины. Чем больше я работаю, тем меньше времени есть на информирование. Давайте я попробую сегодня подвести какие-то итоги. Так, ну, враг максимально у нас там первую неделю заходил до Вознесенска. Сейчас, давайте так скажем, мы ведем бои уже на границе Николаевской и Херсонской области. Успешно, тяжело, военные, спасибо, работают. Сегодня ночью сбили один самолет и одну крылатую ракету, спасли, я думаю. Но летела не к нам, пролетала в сторону Кривого Рога. Будем дальше работать над тем, чтобы ПВО у нас меньше, вернее, ракеты эти меньше нас беспокоили. Также хочу сказать, что начиная упаковки и послабления, много писем о том, что просьба не отменять сухой закон, так скажем. Но я надеюсь, что наши люди с полной ответственностью отнесутся к этим послаблениям, потому что никто не отменяет комендантское время, никто не отменяет жесткое пресечение за пьянство и так далее. Это для того, чтобы, в принципе, начинал работать понемногу бизнес. Если будет это плохо, покажут выходные, то есть, или неответственно граждане к этому относутся, мы опять запретим. Поэтому это как бы шаг вперед, то есть, для того, чтобы мы могли жить чуть-чуть свободнее. По бизнесу, по поставкам. Есть малые села и населенные пункты, которым плохо дождает логистика. Я всех прошу обращаться к властям, к депутатам. Если депутаты сбежали, то к тем представителям власти. Это все, там, МЧС, полиция, те, кто есть. Пожалуйста, мы настраиваем логистику, мы привезем все и везде. Поэтому обращайтесь, находите представителей власти. Мы сейчас структуру эту полностью заполним по всей области, даже в труднодоступные места. По свету оно работает, по газу тоже. Ну, в принципе, мы налаживаем дальше работу. У нас здесь нехватка людей, особенно по электрикам приезжают в других областей, помогают по МЧС и по всем. Поэтому, если желание есть помочь, поработать, приезжайте, восстанавливайте нашу область.